Жаль, камера не передает, но туманище просто нереальный. Сейчас была платежка, телебаз надо было найти. Вообще не видно, где там сверху горит, ну написано телебаз. Вот просто, как говорится, по приборам шел. И вот сейчас, впереди сужение дороги, я чувствую, замечу я его в последний момент. Нормальный такой туман. Через 900 метров воспользуйтесь выездом вправо. Вообще ничего не видно. Всем привет! Понедельник, по нашей уже устоявшейся традиции, понедельник начинается с выгрузки и загрузки в Италии на Вине. Вот, приехал, уже обучены. Уже жмякаю на все кнопки, пока мне кто-нибудь не откроет. И сразу же открывают, поэтому как-то так. Ну, в этот раз, сегодня уже 100% не поеду туда, к офису, встану здесь. Ай! Потом крутиться. Встану. Пойду схожу ногами. Вот целая стена испалет. То есть кирпича не хватило, построили испалет. Все. Вот здесь стою. Блин, блин, блин. Сколько же у них тут палет-то? Ё-моё, а! Это ужас. Как они меня выгружать будут? Куда? Непонятно. Или все-таки поехать? А если там машин до хрена? Ладно. Так что, всем привет! Сумасшедший дальнобой. Понедельник, пятая неделя. Пятая, пятая, пятая. Все ближе и ближе дом. Ну что, как уже и говорил, приехал на выгрузку вот этих вот красавцев. Но он, походу, застрял здесь надолго, потому что... Потому что как-то вперед меня проскочила еще одна литовская машинка другой конкурирующей фирмы. Сейчас пока его выгрузят, пока меня выгрузят. Потом пока загрузят. То есть, я думаю, я здесь... Я думаю, я здесь до обеда. Вот, получается, заскочила машинка передо мной. Вот у него... У меня, в принципе, все абсолютно точно так же, как у него. Вот. Столько же даже палет, наверное. Он там карщик катается, убирает, куда-то их перевозит. Видимо, освобождает место, куда нас выгружать двоих. Погодка так себе. Туманище. Что-то здесь раз на раз не приходится в этой фирме. В прошлый раз я тут за час успел... Ну, за полтора успел и выгрузиться, и загрузиться. О, шатается машина. А в этот раз что-то... Уже, блин, два с половиной часа. Как-то через раз. Раз быстро, раз медленно. Раз быстро, раз медленно. Вот только-только-только-только начали грузить. Отстоял. Блин, таха не загружается. Больше двух часов уже отстоял. Я сюда приехал восемь. Да какой больше двух? Уже девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Четыре часа я здесь на этой фирме. В восемь я приехал. В восемь я приехал. Уже начало первого. А меня еще только грузят. То есть я в час только отсюда уеду. Да, три часа отстоял на одном месте на рампе. Что-то не совсем понимаю этих итальянских движений. Вот впереди тянут завернутый в целлофаньку вагон. Железнодорожный или метро, там не совсем понятно. Но видно, что окна, что это вагон. И тянут его в ту сторону, в сторону Турина. Сейчас я стоял в выходные. И со мной стоял такой же негабарит. Он тянул этот вагон из Турина сюда, в эту сторону. Тоже с этими вот сопровождалками. Я что-то не пойму. Тягают эти вагоны вперед-назад. Что это значит? 4.20 отработал. Не, 4.34 отработал. И уперся в пробочку, как обычно здесь в печере. Вот не знаю, что делать. В прошлый раз я здесь в пробке толкался. Но у меня хотя бы были результаты теста. А сейчас, если он спросит, ну что мне сказать, куда я еду, блин? Че выдумать? Я не знаю. Если отправят куда-то здесь платно делать, буду крутиться по кольцу до тех пор, пока не пропустят. Потому что иначе это без вариантов. Ну, надо работать. Всем привет. Вторник. Продолжаем ехать. Ой, столько всего рассказать есть. Просто море. В общем, вчера обманул итальянских полицейских. Уже не стал этого снимать на камеру, чтобы не было доказательств. Не выпускали, как обычно, на автобан. Типа, что тесты на ковид. Отправляли куда-то там, к местным производителям. В общем, я так понимаю, они делятся. Но обманул. Обманул. Сказал, что не еду в Австрию. Сказал, что еду... Тут в Италии рядышком. Отдать прицеп. Вот. И забрать другой. Ну, меня пропустили на автобан. Заехал в Раверетто. Стирка, душ. Из-за всего этого, короче, получилось так, что поспал всего 5 часов. Решил выехать пораньше, поехать в ПТН и сделать бесплатный тест на ковид. В итоге отстоял полтора часа очередь. Подошел уже к окошечку, где заходить и оформлять эти все анкетки. А мне говорят, кэш или карта. Я говорю, не понял, чего, вы о чем. Здесь бесплатно. Нет. Кэш или карта. 40 евро. Блин. Ну, окей. Слизывайте с карты. Она и так уже вся худая. Вот. Ой, блин. Забрали с карты 40 евро. Сделали мне тест. Опять подтвердилось, что здоров, что все хорошо. Причем, зараза, такой, блин, врач. Запихнула эту палочку тестовую. Ну, наверное, вот, если бы череп был мягкий, то она бы вылезла, вот, вытаркнулась бы сзади на затылке. Там уже у кого слезы, кто кашляет, кто чихает. Ну, в общем, дурдом. Короче, сейчас проверяю один интересный эксперимент. Сейчас расскажу. Снимать и рассказывать. В общем, спрятал этот тест подальше. Бумажку с тестом. И решил проехать, никому не показывая. То есть, в принципе, итальянскую платежку объехать без теста можно. На автобан заехать можно. На трендеф там, наврав чего-нибудь. На випетеновскую платежку проехать тоже можно. В принципе, кто идет прямо, там стоят, тест проверяют. Кто уходит на заправку, ой, на заправку, говорю, на стоянку випетенов автохов туда делать тест, у того не проверяют. Вот. То есть, я заехал, никто ничего не смотрел. Вот сейчас выезжал, никто ничего не смотрел. Сейчас хочу посмотреть, что будет в Австрии. Вот я заезжаю в Австрию. Вот сейчас выскочу из туннеля. И это уже будет Австрия. Вот. Что скажут австрийцы? В прошлый раз я проехал без контроля. Сейчас посмотрим, что здесь будет. Так, ну нас, да, нас свели и свели в сторону. Обычно едем вот по этой дороге, вот за отбойником, вот там вот, и поехали. В этот раз, ну машин немного, но свели. И я смотрю, пацаны там что-то дают. В окошко что-то дают, что-то показывают. Но тут два варианта. Либо они могут смотреть результаты теста, либо они иногда смотрят документы, паспорта, вот это все. Дай-ка я на всякий случай достану свой ВНЖ, поближе положу. Вот. И посмотрим, что они спрашивают. Блин, попробовать приблизить, но все равно так сильно не приближает. Что они там передают им в руки? Бумажку с результатом или документы? Бумажку с результатом. Ну да, есть контроль. В общем, проводят они их, этот контроль выборочно. Как только сзади там собралось больше трех машин за светофором, они включили зеленый для всех тех машин. И они поехали по той дороге, которую я вам показал. А нас четыре машины оставили на контроль. Взял, подержал в руках эту бумажку. И все. Я думал, он там где-то по компьютеру еще где-то будет проверять, там сверять номера. Нифига. Просто посмотрел число. Все, окей, можешь ехать. Тоже мне проверка. Подбираюсь к немецкой границе. Что-то очередь, прям такая колеечка. Семь с половиной километров. Видимо, немцы конкретно взялись за проверку тестов. Или как. Ну, стоим так плотненько. Как видите, качусь уже по Германии. Австрия осталась за спиной. В общем, я так понимаю, этот тест нужен только итальянцам. Просто, чтобы стригануть сколько-то там денег. Потому что в Австрии, во-первых, они выбирают машины выборочно. Во-вторых, нет никакой общей базы прохождения этого теста. Ну, просто вот, как есть. Дали бумажку и все. Это раз. В Германии он увидел грузовую машину и просто машет, типа, ну езжай. И все. Да, легковушки они останавливают, бусики они останавливают. Но на легковые, на грузовые машины им как бы так все равно, так скажем. Вот речка опять у меня стала под дорогой. А была над дорогой. Или вровень она сейчас с дорогой. Короче, надо придумать один интересный вариант, если получится. Не знаю, я уже рассказал. Или потом рассказать, когда получится. Все еще качусь по Германии. Решаю, что делать с выгрузкой. Реально надо брать десятый час. И останется на все про все полчаса. Как-то маловато, наверное. Да, и с тем местом, которое там. Ни паркингов, никаких площадок. Ничего. Может раньше где-то стать, отработать восьмерочку. Точнее девяточку. Три часа до девятки. И 3.21 пишет навигатор до выгрузки. Ну, то есть вот ровненько. Короче, не знаю. Кстати, погодка в Германии. Вот только сейчас вышло видео. Пересматривал. Где я ехал под снегом. И где Германия была завалена. А сейчас еду 17 градусов. Машина пишет. Тепла. Тут какая-то непонятная движуха. Нас всех согнали в одну полосу. Кто-то впереди не едет. Ползем как черепахи. Но не важно. 17 градусов. Солнце. В кабине уже без открытой форточки. Сидеть просто невозможно. В принципе, это хорошо. Это говорит о том, что уже можно будет и в выходные, и в Германии стоять. Беспроблемно. Не обязательно убегать в Италию. Кстати, в Випетене делал тест. Поехал туда, потому что там бесплатный. Ну, как бы меня туда отправили, потому что там бесплатный тест. По итогу пришлось отдать 40 евро. Там что-то поменяли. И сейчас вся Италия делает тесты за 40 евро. 40 евро. Не 25, как я делал в Вероне, и мне казалось это много. 40, блин. 40 евро. Ой, жесткач, жесткач, жесткач. Так, если они в течение получаса не откинут эту машину от рампы, то я конкретно попадаю. Потому что там минимум час я простою на рампе. Если не больше. Ладно. Как есть, так есть. Ну, зато у меня вон, наверное, не видно, уже темно. Микроволновочка греет. Супчик. Сейчас поем супчика. Вот там гертека стоит синим. Синий изотермой. И за ней польская гертека. Лукмаз, так называемый. Это, в принципе, даже жестче, наверное, чем гертека. По тому, как они кидают людей. Вот. И вот как тот лукмаз отъедет, мне надо будет туда. Блин, не могу не снять вот эту вот красоту. Не знаю, будет, видно, нет. Белоснежный салон. Просто беленький. Беленький руль, беленькая панелька. Шторки. Все белое. Сто процентов у него еще там белый ковер на полу лежит. Ай, красота. Твой итальянец. Ну, конечно. Итальянцы очень любят свои машинки. Просто куколка. Всем привет. Сумасшедший дальнобой. Понедельник. Пятая неделя. Началась. Слетел, наконец-то, с... Нет, стоп. Не пятая. Вру. Шестая неделя началась. Началась шестая неделя. И слетел я с вина. Слетел с вина. Вот сегодня с утра выгрузил там вино. И все. Дали другую загрузочку. Сейчас покажу. Я на ней уже миллион раз был. Знаю, где это, что это. Что повезем. Единственное, только не знаю, куда повезем. Потому что каждый раз тут разные выгрузки. Даже не успел показать вам. Только переключил камеру, прилетел. Погрузчик. Поехали, поехали, поехали. Уже полмашины загружено. Вот стоят. И вот там палеты с этим материалом. Это эти стружечки прессованные. Вот из этих ворон. Ворот он мне их достает. И в машинку закидывает. Уже полмашины закидал. Сказал, увяжись. Открой мне вторую половину. Прицепая, я подъеду, догружу. Ну так вот. Догрузил. Сейчас стою, жду. Фу. Ух, даже не знаю. Так в кайф пошло. Может даже и хорошо, что с этого свина соскочил. Просто обалдеть. Покидать досочки, подтягать ремешочки. Пять недель вообще ремни не трогал. Ужас. Что это за работа на мешке? Ремни не трогать. Так нельзя. Вот. Ну нормально. Сейчас еще пол прицепа. И полечу дальше. Вот это, да. Вот это вот красота. Как это такое бывает. Еду на заправку. Сейчас покажу, что там творится. Такого не бывало даже в субботу в 5 утра. Сейчас покажу. Смотрите, сколько машин здесь на заправке. На стоянке. Раз. Два. Все. А, три. Три на стоянке. Хотя здесь даже в обычные дни забита стоянка. А вот заправка. Одна машина. Одна машина под колонкой. Не четыре под каждой по одной. А всего одна. Вот это капец. Первый раз в жизни у меня такое. Вот за все время, что я здесь заправляюсь. Вот вообще за все, за все, за все. Обалдеть. Сейчас еду делать... Ооооо. Ооооу. Делать тест на ковид. Поверните плазно на право. И походу здесь нереальная колейка. Чтоб заехать сделать тест. Обалдеть. Блин. Солнце отражается. О, неравчание на въезде стоят люди. Я чувствую здесь это надолго, блин Ё-моё Блин, ну не охота же 40 евро платить Что-то делать, а И тут тоже не кинешь Ладно, попробуем, может протолкаемся А, вон, поехали все толпой Блин Короче, непонятно, что здесь творится Ну понятно, все хотят Все хотят Сделать бесплатно, не платить 40 евро Блин Ну если бы там кто-нибудь был, кто разгоняет уже сделавших Вопросов нет, а так сейчас можно здесь застрять на час Вот вагончик COVID-19 Test Station Вот туда мне надо сейчас пойти Вот это люди сидят, ждут результата Вот тут все машинками заставлено Я думаю, я найду там что-нибудь, где встать Сейчас посмотрим Пу-пу-пу-пу-па Ну что-то продергиваемся, продергиваемся Вторник Вторник, вторник, вторник прискакал на выгрузку Интересно, привез палеты Ну вот еще мешок стоит, не знаю с чем он А так, одни Одни рефы Стоят, тарахтят здесь со всех сторон Интересно Зачем Палеты Везти через контору Которая занимается Холодными разными продуктами Вдруг попортятся Не знаю, сходил, куда-то она позвонила Давай свой номер телефона Я тебе позвоню, когда позвоню, придешь Сколько ждать? Десять минут, двадцать минут, час Неизвестно Так бы я уже, может, хоть ремни бы поскидал Сейчас откроешь Она позвонит, приходи Пойду, наверное, потихоньку начну Вот, все нравится Да, конечно, классно Слетел Слетел свина Сейчас будут какие-то новые загрузки Новые выгрузки Ну, блин Да, там, наверное, было тяжело Ну, кому-то было бы тяжело Все время ехать Выматывать там по три тысячи в неделю По девяносто часов выкладывать За две недели, да То есть в пятницу становиться По пять дней За пять дней выбивать Все часы рабочие Блин, ну там хотя бы не стоял Там приехал, выгрузился Загрузился, полетел Блин, тут уже час стою Даже больше Какой час уже Наверное, два часа стою Документы забрали Все, иди в машину, жди Чего жди, кого жди Еще загрузка Сто километров ехать Короче, полный беспредел Так мне не нравится Нет, я не против ездить По загрузкам, выгрузкам Но ездить, а не стоять Блин, к вам пришла машина Но она же не пришла На три дня Она пришла выгрузиться И уехать Тем более, тест еще Этот, блин, итальянский Двадцать сорок восемь часов На то, чтобы покинуть Италию Успеть Потом еще раз Его делать не хочется Ладно Кстати, здесь уже вообще весна Прям сейчас покажу Прям вот весна-весеннее Уже цветочки На солнышке Распускаются Стою под какой-то елкой Пихтой Не знаю, как это правильно называется Пихта, наверное Не, как она Да Просто, что за ней не ухаживаю Поэтому разрослась такая большущая Вот туда вот мне надо Вот три машинки там стоит Поставили бы уже и меня Сегодня уже среда Выгрузился Выгрузился Приехал на загрузку Вот здесь вот За переходом воротики заехать Там весы Ну и дальше Там уже по территории И потом поеду покажу Здесь вот стоянка В ожидании Интересно Школа или что Что-то спортивное Да, такое Какое-то там Мероприятие Дальше Немножко Города И кладбище Итальянское Кладбище С этими вот С лесенками С ячеечками Для Для урночек А рядом Вот уже фура подъехала А рядом Мусорка Интересно Так все Собрано Вместе Кладбище Мусорка И спорт В общем Красавцы Промурыжили Меня Три Почти Три с половиной Часа На стоянке Сейчас Сказали Ехать Вот территория Заехал Взвесился Вот территория У них Раньше Был заезд С другой стороны Но там Такой Маленький Неудобный Блин Там был Маленький Неудобный Заезд И Он был Через город А там Сейчас поставили Знак Грузовым Запрещено И там Так Изламываться Надо было Чтоб Заехать И выехать Узенькая Улочка Сейчас Они молодцы Конечно Сделали Большой Заезд С большой Улицы Тут Зона Индустриали Такая Ну и У них Тут Сейчас Можно Стало Как сказать Удобно Кататься По территории Потому что До этого Если с той стороны Там так Очень узенько Ну единственное Да Что стали Грузить Получается За счет этого С другой стороны Прицепа То есть Мне надо будет Сейчас правую Сторону Открывать Хотя Хотя Мне удобнее Конечно И лучше Левая Блин Такие Фольга Такая Классная Лежит Воу, нифига у них тут как все Нифига у них тут как все забито Что-то совсем продажи не идут что ли Я как-то при... И вот это вот у них столько всего И они, блин, не грузят машины Вон меня уже встречают Фу, ну продукции у них здесь просто море Загрузился Загрузился я сегодня, сейчас вот И здесь надо сейчас поехать в офис Тут угол 90 градусов, поворот Через светофор Впереди вот зеркало, никого нету 100% ни там, ни там Но не могу ехать пока горит красный Вот теперь зеленый И угол этот крайне неудобный Потому что надо брать поближе сюда Но настолько поближе, чтобы хвостом здесь ничего не зацепить И в то же время, чтобы когда поворачивал Здесь забор не зацепить прицепом В общем, как-то... Как-то так Понаставили перил Раньше здесь можно было закрутиться А сейчас тут перила стоят Так, вот площадка Вот здесь я могу Спокойненько развернуться И офис вот в этой двери Вот здесь вот офис Сейчас, наверное, развернусь тогда сразу И пойду схожу в офис А раньше заезд был Вот за этим серым зданием И вот туда сразу на улицу И сразу на улицу выезжали Крайне неудобно было Так что, пойду заберу документы Блин, такие черные полосы оставляет этот резкий разворот Все, пойду схожу За документами И опять вот в этот узенький проезд Всем привет Сумасшедший дальнобой Четверг Заскочил в Германию Уже 5 часов Да, 5 часов уже за сегодня отработал Но большая часть была по темноте Вот Ну и часть была по светлому А это вот все колеечко стоит На Австрию Вот сколько еду Говорил Говорил-говорил 19 километров 19 километров, да ладно До 19 километров Сейчас посмотрим, в какую сторону она считает Если это 19 Ну хотя Не, ну не может быть Я только Минут 5 как выехал с границы 19.0 А там я не помню, какой был километр Значит Ну нормально, все равно Километров Наверное 7 Уже точно я проехал Этой колейки Да, она в другую сторону считается Все закончилось Сегодня чистая езда Думаю, заезжать в магазин Или не тратить деньги Всем привет, ребят Сумасшедший дальнобой Воскресенье Конец шестой недели Конец шестой недели А, интересная ситуация получается Катался на вине Нечего было снимать Соскочил с вина Некогда снимать Да, Серега Вот так вот подвел Вроде пообещал снимать все и вся А в итоге несколько дней просто Просто пропали Хотя особо ничего и не было Выгрузился Опять обманул полицейских Только уже австрийских и немецких И итальянских То есть выехал с Италии Не делая теста Потому что уже надоело Буравить нос каждые два дня Вот Повыгружался То, что загрузил в Италию Ну, видели, да Эти вот Длинные, большие листы Ну и как-то все Выходные Как и все на этой каденции Крайне ленивые были Сбегал только в магазин Тут совсем недалеко Буквально по мелочи Там прикупиться Фруктики, овощи и все И там чуть хлеба И проторчал практически Все выходные в кабине Изредка выходя Обойти машину по кругу Все ли нормально Вот Так что как-то вот Такие вот были две недели Как обычно Увидимся, когда увидимся Всем счастливо Берегите себя и своих близких Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok